гостиничные цепочки. У отеля может быть три статуса. Независимый отель, отель входит в местную гостиничную группу или цепочку, отель входит в международную гостиничную цепочку. Одним из гарантов качества отеля является принадлежность его к той или иной гостиничной сети. Когда мы начали продавать туры в Турцию, то на курортах были представители международных гостиничных цепочек. Ренессанс в Кимере, сегодня это Палома Фореста Резорт, Широтон в Анталии, ныне Риксос Даунтаун, и перотель в Бодруме, сейчас Бодрум Парк Резорт. Яркими представителями гостиничных цепочек были отели испанской сети Соль, Белеки, Соль Бельвиль, Сиде, Соль Селин, Соль Фулия, Соль Камелия, Соль Муна. Сейчас вы догадываетесь, как называются эти отели. Я сама первый раз в Турции отдыхала в отеле Соль Бельвиль в 1999 году, когда отель работал еще на полупансионе. Турецких сетевых отелей не было. Если некоторые отели, работавшие уже тогда, прошли через разные руки управляющих, то были отели, которые не поменяли своего названия, владельцев и стали родоначальниками новых отельных групп. Приведу несколько примеров из истории турецких гостиничных цепочек, которые начинали с отелей, построенных еще в 20 веке. Семья Барут открыла первый отель Дженет в 1971 году. Сегодня это уже 13 отелей. В 1988 году открылся отель Кая. Сегодня это уже десяток гостиниц в Турции плюс отель Казино на Северном Кипре. В 1989 году открыл свои двери первый из отелей в комплексе Камелия. 9 лет отелями управляла испанская группа Соль Мелия, но потом управлять стала компания, которая собственно и построила этот комплекс. Отель Глория Гольф Белеки открыт в 1998 году и не переименовывался. Сегодня это группа из трех отелей в Белеки. Глория Гольф, Глория Сиренти и Глория Верде тоже в Белеки. Гостиничные цепочки могут быть частью больших холдингов, не обязательно туристических. Например, отели Кая входят в Кая Групп, который является лидером в текстильной промышленности Турции. Владельцем группы Глория Хотелс является крупнейший холдинг Йозалтын, который строит плотины, гидроэлектростанции, мосты, автомагистрали, заводы. Отели Алибэй – туристическое направление в Бюралар Групп, который занимается производством стеклянной посуды, черепицы, инвестирует в недвижимость. В туристический холдинг ЕТС Тур входят отели Макс Ройл и Ваяж. Гостиничный бизнес в Турции всегда развивался быстрыми темпами. Количество отелей на курортах и, соответственно, в предложениях туроператоров – десятки и сотни. Все сложнее в них ориентироваться. И то, что идет процесс объединения отелей в сети и группы, может помочь в этом вопросе. Сегодня на турецких курортах около 170 таких образований. Как во всем этом разобраться? Это нужно структурировать. Есть разные подходы. Условно, знакомство с отелями можно разделить на шаги или этапы. Шаг первый. В этом списке синим цветом и звездочкой отмечены международные гостиничные цепочки, штаб-квартиры которых находятся не в Турции. Есть очень известные, хорошо зарекомендовавшие себя, неизменно поддерживающие высокий уровень стандартов – Crown Plaza, Hilton, Double Tree by Hilton, Holiday Inn, Kempinski, Mandarino & Entel, Ramada, Radisson Blue, Swiss Hotel. Сюда уже можно отнести и Rixos – сеть отелей турецкого происхождения. Теперь она базируется в Дубае и превратилась из локальной в международную. Эти сети представлены на турецких морских курортах в основном в единственном экземпляре, разве что ромады побольше. Есть, возможно, цепочки не на слуху, но предлагающие свой одинаковый стандарт в разных странах и не такие дорогие – Carindon, Labrande, Sentida, Smartline. Но не очень на слуху – это потому, что некоторые объединения совсем свежие. Это сейчас тренд. Что турагенту дает изучение гостиниц на морских курортах через призму их принадлежности к той или иной сети или группе? Убивается как бы два, а то и три зайца. При огромном количестве отелей такой метод позволяет более-менее быстро познакомиться со значительной частью отельной базы на курортах. Шаг второй. Оранжевым цветом в списке выделены турецкие отельные группы, имеющие разветвленную сеть на разных курортах. Большинство групп представляют только турецкую ривьеру. Это может быть всего два или три курорта. Но я выделю сначала цепочки, отели в которых есть на разных побережьях. Изучив их, вы положите себе в багаж первые знания об отельной базе даже незнакомого вам еще курорта. Например, Алкачлар есть в Кимере и Чешме, Марты в Кимере и Марморесе, Эуфория в Кимере, Сиде и Кушадасах, Сунис в Анталии, Сиде и Кушадасах, Титаники в Анталии, Белеке и Бодруме, Ваяж в Сиде, Белеке, Бодруме, Сирены, Белек и Бодрум. Это примеры гостиничных цепочек на двух и трех курортах. Когда отели на разных курортах, конечно, это гостиничная сеть. Она может быть даже на одном курорте. Например, в Анталии в одном районе несколько отелей Дельфин, Сюрал и Сиде, МС Вала не стоят рядышком. В центре Дидима разместилась вся сеть бюджетных отелей Тампль. А отели Ака и Киреке в Кимере, Папилон в Белеке, Ля Бланш в Бодруме представлены в разных районах на одном курорте. Но есть очень локальное объединение. Два-три отеля, некоторые из которых образуют комплекс, как, например, Камелия Коллекшн в Сиде, Эдайма и Мери, Ланисера в Алане. Много цепочек, много групп, как расставить приоритеты. С турецкими гостиничными группами нам помогают знакомиться туроператоры и сами отельеры на многочисленных зимне-весенних презентациях и роуд-шоу. Но все приехать не могут, а бюджетные недорогие отели вообще не приезжают. Исключением было в прошедшем сезоне презентации отелей МС из Алани. В действительности это большая проблема. Турагентов знакомят с хорошими, но дорогими и очень дорогими вариантами проживания. А то, что спрашивает большинство клиентов, турагенту приходится изучать самостоятельно. Поэтому удобный способ изучения отелей через отельные сети нужно сделать более рациональным. И это еще один шаг в изучении турецких курортных отелей. Но с него можно и начать. Я попыталась разделить все гостиничные объединения на 4 группы. Первая. Отели класса VIP с сервисом, который нельзя сравнить с другими. Все отели 5 звезд лакшери. Группа 2. Отели класса люкс или премиум сервис, которых нельзя назвать стандартным или классическим. Он всегда выше, разнообразнее и близок к уровню VIP. Это настоящие отели класса Deluxe, премиум, все 5 звезд. Третья группа. Стандартные отели в своей категории. Классический сервис. Отели 4-5 звезд. И четвертая. Отели эконом класса. Бюджетные варианты. Отели 3-4-5 звезд. Еще один этап. В первую очередь познакомиться с большими гостиничными сетями. Причем познакомиться всесторонне с отзывами. Например, всегда было много отелей Лариса 3-4 звезды, которые по разным причинам не нравились туристам. То есть мы видели у всех отелей Ларисы низкие рейтинги. И даже если читать все отзывы с пристрастием, все равно у этой сети для нас была определенная репутация. Сейчас сеть расширилась за счет отелей 5 звезд и даже вышла за пределы Кемера. Интересно по окончании сезона познакомиться с впечатлениями туристов. В общем, повторюсь, начинайте с больших сетей. От 5 отелей более. И еще один важный шаг, этап, который связан непосредственно с туроператорами. Потому что некоторые отели аффилированы, входят в общий холдинг с ними или имеют особое отношение. Это всегда более выгодные предложения по ценам или даже эксклюзивные. Как правило, это базовые отели туроператоров, можно сказать главные козыри, с помощью которых туроператоры показывают особое отношение к своим клиентам, придерживаясь единых стандартов, внедряют собственные концепции отдыха. Отельные сети входят в большие холдинги, в которых также состоят принимающие туроператоры, авиакомпании, круизные компании, транспортные фирмы и другие структуры. Назову основные связи. Под управлением Анекс Туризм Групп находятся 5-звездочные отели Selectum Luxury Resort 5 звезд в Белеке, открыт в 2017 году, Лужа Бодрум 5 звезд в Бодруме, открыт в 2018 году и новая 5-звездочная гостиничная сеть Asteria Hotels, куда вошли Asteria Club Belek, Asteria Kremlin Palace в Анталии, Asteria Fantasia Kemer, Asteria Bodrum Resort и Utopia World Resort в Алании. С 2020 года к этой группе отелей присоединится Летуния Гольф Резорт в Белеке. Как известно, Coral Travel и Sunmar входят в группу Oti Holding, в которую также входит Otium Hotels. Эта гостиничная сеть состоит из 3-х 5-звездочных отелей, 2 в Сиде, Otium Eco Club и Otium Hotel Seven Seas и 1 в Кимере, Otium Hotel Life. Также в этот холдинг в 2014 году вошел отель Косанаду в Белеке. Pegas Touristic имеет большой опыт управления несколькими отелями. Была такая цепочка Joy. А сегодня в Swander Group в структуре Pegas входит 18 отелей в 5 странах и еще 2 бренда PGS Hotels и De Sole Resorts & Hotels, в том числе 5 отелей в Турции. В Swander Top Cup Palace 5 звезд в Анталии, 3 в Кимере PGS Kirish Resort 5 звезд, PGS Rose Resort 4 звезды, PGS Rose Residence 5 звезд и в Марморисе PGS Porteza Beach Resort 5 звезд. Самую разветвленную аффилированную сеть имеет туроператор TUI, который входит в мегахолдинг TUI Group, который владеет самолетами, пароходами, туроператорами и конечно отелями. С гостиницами не так все просто, я бы сказала замысловато, очень сложно переплетенная структура, но давайте разберемся. TUI Group есть собственные гостиничные цепочки и отели на разных морских курортах Турции. TUI Hotels & Resort включает 4 бренда, отели 5 звезд, каждый из которых имеет свою нишу, свою философию, свою концепцию. Я сейчас не буду на этом останавливаться. Еще одна относительно новая гостиничная сеть Titi Hotels. Красным цветом я выделила отели, которые встречаются в первом и втором столбике, потому что они упоминаются на разных страницах TUI Group, но это сейчас не важно. Важнее, что Titi Hotels объединяет уже разные отели от 3 до 5 звезд и так скажем стандартные турецкие отели, но часть из них работает по специально разработанным концепциям TUI. Есть отели под другим управлением, принадлежащие другим гостиничным цепочкам, но сотрудничающие с TUI и работающие по концепциям TUI. Тест-туры имел опыт собственного управления сетью отелей Amara World. Собственно, они ее придумали и были пионерами среди всех туроператоров в этом деле. Но в условиях общего кризиса отказались от отельного бизнеса и сейчас отели Amara World входят в Kirit Hospital Group, с которым сотрудничают все, но то есть тур на особых условиях. В эту же группу также входят отели Crystal и Nirvana Lagun Villas. В методических материалах куроков вы найдете таблицы с полным списком международных и турецких гостиничных групп и цепочек туроператорских отелей, представленных на курортах Турции. Смена названий брендов. Уже стала традицией, что каждый год некоторые турецкие отели меняют название или переходят под управление другой компанией. Этому могут способствовать разные обстоятельства и проблемы в управлении с отелем, и экспансия гостиничных сетей и, наверное, какие-то еще причины. Так как интернет хранит все, что в него когда-либо загружалось, то часто при поиске информации о каком-то отеле вам выпадают на ваш конкретный поисковый запрос другие отели, а точнее тот же отель, только под другим старым названием или даже разными названиями. Таким поисковым результатам лучше не доверять. Фотографии, как и информация, скорее всего устарели, поэтому игнорировать смену отельных названий трендов не стоит. Смена хозяина может привести к полному изменению концепции отеля. Такие метаморфозы бывают в нескольких видах. Радикальная смена названия. Например, отель в Алании Пальмерос Бич 5 звезд переименовывался несколько раз. Первое название Голден Арена, затем Коридело Алания, потом Клаб Инсула, сейчас это Пальмерос Бич. При этом отель всегда оставался пятизвездочным. Группа 3, стандартные пятерки. И вот еще несколько любопытных цепочек смены названий, но далеко не все. На Средиземноморском побережье Белек. Риксос Белек стал Попьен Айша и так далее. Одна из самых длинных цепочек названий у бывшего отеля Ун Сапфир Текерова. Теперь это Туи Фанэн Сан Клаб Сапфир. Название может незначительно измениться, появится дополнение, отель может войти в сеть и в название добавится имя сети или наоборот выйти из сети. Отели меняли не только название. К основному зданию достраивались еще корпуса. Например, от отеля Ифа Текерова остался только остов здания, рядом построили еще один большой корпус, где номера были уже просторнее. А отель стал называться Риксос Текерова. Сейчас это Риксос Премиум Текерова. Но иногда от отеля не оставалось ни названия, ни самого отеля. Новый отель строился с нуля. Так было Самара Дольчевита, которая была заново построена в самом живописном уголке Текерова на месте отеля Пальма Рива. Объединение отелей Валайне из Ланисера Бич и Клабхотель Ланисера получился очень хороший отель Ланисера Ворлд.